народ всем привет пока у меня есть время так сказать удочки закинутые сегодня воскресенье 3 января я на каяке аргентина могу ответить на пару вопросов которые после стрима нам там задали чтобы отдельно видео не снимать на эту тему могу рассказать там меня спрашивали насчет лицензии на рыбалку мы показывали что на море рыбачили ну я думаю что уже и отвечал на этот вопрос но еще раз расскажу значит так лицензии надо к каждой провинции брать отдельно на рыбалку и стоят они отдельно к примеру другой вопрос я вам сразу скажу почти нигде не проверяет то есть может где-то проверять каких провинциях где я не был там где я был там никто их не спрашивал но все равно они стоят недорого их лучше брать допустим на год лицензия на рыбалку в реках и озерах провинции буэносайруса и в том числе это буэносайрус и все такое тут стоит 70 песо это очень недорого это килограмм помидоров сейчас стоит 80 100 и больше на данный момент 70 песо меньше килограмма помидоров на год разрешение на рыбалку все никаких курсов там как германии или где там заканчивать не надо просто купить такое по интернету разрешение да и все теперь она же годится и для рыбалки морской снаби с берега с пляжа там все такое но есть еще одно разрешение именно для морской рыбалки отдельно там можно от сетями ловится такое она называется песка маритима тоже там же самое его берут стоит оно допустим 140 песо на год я на всякий случай беру и то и то даже если я не буду им пользоваться но от меня не отпадет скажем так пускай почета будет и государстве вот так что можно спокойно тут взять эти вот к примеру к примеру так как я пару раз брал допустим провинция соседями три риос там совсем другие стоимости лицензии там допустим на четыре дня будешь брать и есть на год но год тоже не календарный а такой докон то есть да да ну не на год от провинция буэнос-айрес а то есть ты как вот сегодня ты взял к примеру там 3 января значит год до 3 января следующего года взял ты в марте значит до марта следующего года провинция интерьер риос делает до конца календарного года ты можешь взять начале декабря на год и тебя закончится в конце декабря годовая будет стоить тысячу с лишним на четыре дня бы что и где-то рублей 700 то есть совсем вообще в разы как бы какая разница знаете в разы так что там много живет все лаком потом никто не берет только проезжающие до туристы берут соответственно они хотят отыграться я так у них спрашиваю чё такая разница ну как бы там 70 у вас там 700 он говорит ну провинции бурен сайса много народу все берут там не все но в основном массе много берет а у нас ведь почти никто не берет я говорю а то есть это я должен за всех заплатить то есть заплатить сразу в десять раз больше потому что у вас провинции почти никто не берет одним словом это уже такое дело если у меня выпал на каяке посидеть так что насчет этих я рассказал по интернету если собираетесь какую-то провинцию лучше сразу поинтересоваться этой темой купить я к примеру ездил в кордову в отпуск я по интернету зашел купил себе в кордову ну как бы буду рыбачить не буду ну мало ли лучше перестраховаться как говорят хотя мне никто не проверял во всех рыбалках кордову эту лицензию она у меня была вот такие вот дела насчет лицензии для рыбалки еще посмотрите мы же там переделали плейлисты света переделала теперь сделали более удобно чтоб кто хочет про аргентину про аргентину кто хочет про кампини про кампини про рыбалку про рыбалку еще там спрашивали можно ли остановиться у нас просто так вот на пляже поставить там палатку то все в основном можно в основном таких запретов не что ты на пляже не можешь остановиться все друг друга приветствует помнить моторка проезжает видишь я рыбач уже приветствую в основном можно ну понятно заповедники это свои правила но в основном у нас пока что пока что разрешено подходить к рекам и к пляжу и к побережью моря свободно даже даже по моему существует какой-то закон в районе 30 метров до реки это общего доступа то есть даже даже вот какое-то там кампа частные все река проходит это наши перелезает рыбаки идут туда вдоль реки потому что это считается государственная земля то что кампа себе приватизировала и поставила забор до самой реки это уже в принципе является нарушением понимаете то есть если вы видите большую реку вы можете на любой реке остановиться поставить палатку урожечь там кострик небольшой у нас так принято и посидеть порыбачить то есть для этого вам не надо отдельных разрешений отдельных каких-то приколов так что вот так я видел часто бывает приезжает грузовиком на пляж целая большая семья достают брезент выезжает чуть ли не на пляж грузовиком в некоторых местах ну где не такой цивильный пляж раз натягивает брезент от грузовика там до каких-то палок и это у них они там живут пляжуют готовят кушать и живут на пляже то есть не все прямо установкам пиртом лезут или еще куда то есть и такие есть которые ну как бы туризмом занимается они становятся где хотят и все такое конечно конечно если видят что там оборожено и там ну как бы участник обородил написал не проходить то все ну не стоит наверно спорить брать как бы и начинать его конституции тыкачу это все разрешено пятое-десятое что ты не понимаешь потому что ну знаете как местный народ он может из ружья стрельнуть какой-то солью ну или не солью ему плевать или некоторые говорили что мы приезжаем до загороженного места где местные обгородили местные и пускает на речку а мы знаем что по конституции можно мы перелезаем и идем приходим назад а местные нам тем где мы машины оставили колеса попрохалывали то есть ну вот и думайте то есть все по закону а еще как говорят кто хочет то и творит если захват земель и всякое другое ну пока что пока что вот провинции буйоносайре с рыбалкой более-менее все нормально есть определенные запреты есть определенные запреты в каком плане запреты ну там это когда нерест на определенную рыбу но даже их запреты в нерест бывает так что разрешено субботу воскресенье рыбачить или в определенных местах определенное количество то есть сейчас посмотрим на что я поймаю я тут на колбасу ловлю а там кусок рыбы червей уже нет не продается в аргентине уже в это время почему потому что жарище наступил а если жара после 30 нигде вы уже их не купите не знаю сами выращивать купить уже не продают на всяких этих я сегодня объездил кучу точек где продают всякую штуку и не 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 поймал съела колбасу съела колбасу и удрала вот один кусочек еще остался один съели ничего страшного мы сейчас дадим еще кусок колбасы соответственно пришлось купить кусочек рыбы да и у меня для себя была колбаса вот на колбасу пытаюсь поймать рыбу так что у нас рыба такая приверегивая знаете она ловится как говорят на колбаску ну ничего мы ж не жадны правда нам то чё жалко кусок колбасы для рыбы да не жалко нам пускай кушает на здоровье лишь бы поймалась а ловиться она не хочет сегодня жара я надеюсь на хищника честно скажу и потому купил не было такой живой рыбы думал купить наживку натуральную поймать живца а потом на живца но так не вышло пришлось купить соленой рыбки чуток что ты мне тут зацепился крючок за мои шнурки на каярке и забросила я на кусок рыбы а здесь так веселимся так что вот я хотел сказать что с рыбалкой более-менее нормально в провинции буэнос-айреса я видел я видел допустим где проверяли именно там могли проверить лицензию все такое это в основном когда переезжайте провинции можете побачить такие места где называется эти самые ну в общем фауна фауна это пост проверки всяких лицензий высоко как правило сами они остановить машину не могут они пользуются тем что или ходят в таких жилетках по этому самому около озер где сильно развита рыбалка наподобие там дипехерея ловит вот они ходят в жилетках и проверяют тех кто ловит или становятся около поста полицейского где полицейские остановлют машину при переезде с провинции в провинции к примеру перед каким-то мостом там ну как правило все знают где находится фауна и ну как бы это самое может подойти к машине когда вас полиция остановила проверь документ они могут видеть что у вас есть удочки то все рыба вот но спросите есть у вас лицензия на это самое но все равно это бывает не часто но я бы рекомендовал покупать ну как бы лицензию все такое так что вот на эти вот я ответил как бы два вопросика сегодня я говорю выехал в воскресенье завтра уже начинается рабочие как бы такие дни то есть там 4 января а сейчас можно попробовать что-то посидеть на водичке вот приложил с собой пару взял ветер должен хорошо увеличиться после где-то после трех часов дня сейчас где-то около 12 самую жару бывает хищник клюет и ветер вроде бы будет оттуда самую с юга то есть холодный температуру в ряде он убавит то есть 32 33 но он не будет вот вам оттуда дует но он не будет ту сторону куда мне надо возвращаться такая потому парус 30 вот потом на всякий случай было что смогу в общем вернуться удобней посмотрим ничего не поменяется так что вот так вот насчет лицензий насчет рыбалка на каяке тоже каждая провинция все по-своему у нас очень просто у нас купил каяк и пользуйся никаких не надо прав ничего ну где-то ты должен держать или себя в квартире у себя в доме или там каком-нибудь клубе ну в общем где-то ты должен его держать привозим бросаешь капиталь федерале практически не спусков где бросить каяк а вот в пригороде вон там есть и просто люди возят с собой едут в отпуск ложат на крышу и в океан заходят и все это все свободно разрешение не нужно нужно иметь как у нас говорят коса здесь и уридат то есть вещи для твоей безопасности то еще нужно иметь на рыбалке на каяке провинции буенос-айрес рассказы провинции буенос-айрес жилетка или телефон или рация у меня здесь телефон вот чтобы позвонить префектуру желательно 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 ну не желательно обязательно вода потом меня еще набор другой спасательный там есть плане там свистка зеркальца там чтобы дать сигнал самолету там спасательному еще чем-то ну то есть примитивные вещи желательно иметь рацию я вожу с собой рацию вот к примеру я сейчас ее не включал не хочу чтобы она не мешала но в принципе вот у меня рация есть и она настроена на все частоты то есть на канал спасательный где мой насос подать на погоду послушать просто связаться ну все морские частоты спортом с каким-то связаться попросить помощь вот то есть вот эти вот вещи должен ты иметь такие вот спасательные ну плюс еще вдобавку желательно желательно себе иметь ножик всегда на себе почему упадешь где-то зацепишься еще что-то надо отрезаться я бы порекомендовал еще на себе иметь кусачки обязательно не рядом в каяке а на себе потому что когда свалишься тебе будет не до того чтобы и скачивать я там в каяке лежит то есть у меня вот есть кусачки такие маленькие которые могут проволоку перекусить еще что-нибудь прикинуть да и все больше ничего и не надо дальше твоего умения рекомендует и полиция чтобы морская чтобы выходили по два по три что был ну как бы напарник еще требование у нас будет сарисе нет ну море требования ты должен позвонить морскую полицию сказать что ты выходишь на каяки в океан рыбачить приблизительно напротив чего ну какого-то там место наподобие там вы напротив кампина такого-то выходите в таком-то городке рыбачить и там сколько вы предполагаете допустим там 300 метров зайти да и там 500 или километр и приблизительно во сколько вы собираетесь вернуться и как выглядит вас каяк допустим там зеленый красный там какой цвета всегда должны быть такие цвета более цветные знаете почему потому что тебя так с воды с воздуха будет лучше искать и все если с тобой что случится тебе нужна будет помощь и потом если ты вдруг если ты вдруг не вернулся вовремя когда ты возвращаешься дом позвонить и сказать что ты вернулся если ты не звонишь и не докладываешь определенное время они звонят тебе бы ты же оставляешь свой номер телефона и все такое или по рации если я еще с тобой раз и есть и спрашивает как твои дела ты задержишься не задержишься если ты не отвечаешь ни на какие звонки сам не доложился то высылает или водный мотоцикл или катер или вертолет тебя искать вот для этого надо докладывать вот и в принципе все как говорят инструкции для рыбалки на каяке в провинции буэнос-айрес но почему я варюшу это все провинции бунт допустим мендосе каяки надо регистрировать как машину им там присылается какой-то номер эллистрационный еще что-то сегодня читал не сегодня плача что в риохе провинция там еще надо что-то какой-то сертификат в какой-то комиссии сделать плавсредство шоуна у тебя не тонет чтобы они это засыщить фиксифицировали чтобы они подтвердили в общем там бумагомарательство еще такое у нас не надо никакого сертификата никакого плавательного средства и плыви да и все так что а там есть вот потому я говорю что в каждой провинции все по-разному ребятки ладно не буду вам мешать подклевывал на руку я одну держу потом на колбасу колбасу быстро тырит но была еще одна мелкая подклевка так не буду вам мешать а вы мне так что все приедете в ориентиру удачных вам рыбалок кстати каяки здесь довольно развитые такие рыболовные каяки вот именно такой navi окажем на данный момент как у меня это считается ну из рыболовных самый лучший аргентинского производства имею ввиду здесь навороченными никто не пользуется наподобие там если видите американские всякие картинки где там сиденья такие там куча всяких приспособ куча там прикрепленных gps еще чего то еще чего то еще чего то у нас этим не пользуется и может быть это даже и очень практично что этим не пользуется потому что все эти примочки их некоторые они показывают это все хорошо годится для озера какого-нибудь для океана это не годится ни на что или это должно быть там черное море какое-то где там пляж затишье где там вот такая волна в океане все эти примочки ты растеряешь при первом же перевороте каяка как же у нас все более дубовые более простое такое чтобы оно было безопасное и поменее навороченное чтобы можно было полегче управлять все закрепите поплыть куда-то через волны через все подряд так что вот в этом я даже бы вам скажу что я бы и не брал бы если меня был выбор какого-то наворочен американского каяка или аргентинского так как я этим занимаюсь уже где-то ну лет 4 5 я бы еще очень засомневался надо ли мне навороченный со всеми всякими там ну не знаю насчет педали не пробовал но во всем остальном вот там всяких стоечек фиговичок и все остальное стульчиков там высотных я бы не сказал бы что я бы решился по моему это все чем больше наворотов и тем меньше безопасности на воде так захотите покупать каяк вот такой как у меня покупайте на века жак и будет вам счастье ну не только на века жак это не то что прямо там реклама на века жака хотя и реклама на мне все майки на века жаке остальное вот вам что это лучше еще еще атлантика жак есть рокеры всякие общем тут хватает всяких каяков вспомнил про майку и шею закрываю на каяке надо обязательно закрываться от солнца сегодня 33 на улице если не закрываться горишь и не заметишь будешь потом плакаться сидеть вязаться сметаной как кот обливаться ладно пока там человек говорил что будет делать как говорят тоже же им понравились мои видео про парус и он будет себе на на двушку делать делайте наслаждайтесь смотрите я иду под парусом ветер вот так ну меньше чем 90 градусов иду занимаюсь а знаете чем троллингом занимаюсь то есть одну рыбу прицепил сзади на удочку ну она правда уже не совсем живая но другая то не знает я ее прицепил забросил и она у меня тянется вот здесь на вот этой удочке удочка стоит на трещотке и тянется и вот я рыбачил берега там остался сейчас я иду в сторону уругвая а потом буду возвращаться вон там город видите так что этот роллинг на парусе тут уже ходят корабли все с тобой здоровается ты уже как бы как как со взрослым прямо на своем каяке они так смотрят они никогда не видели каяков здесь на этом сауна парусе соответственно смотрят прикольно на меня троллингую сижу наслаждаюсь болтаю и троллингом занимаюсь вот вот такой меня троллинг видите так что все окей ну я думаю возвращаться будем быстрее потому что возвращаться мне будет по ветру сейчас я иду под острым углом против верха конечно тут я еле-еле но все равно для троллинга нормально так что ребята рыбаки довольно хорошая идея вот такую пару сделаете видите я все показываю вот какое у него там крепление штаны и швабры из метлы да вот видите все хорошо видите растяжки все можете у меня подсмотреть и не верьте этим байщикам которые только не сидели никогда на паруснике а только там в интернете рассказывает сказки не под 90 градусов каяк с таким парусом не пойдет пойдет даже подострее чем под 90 и все зависит еще конечно от на каяка если каяк ваш совсем как бы дно имеет такое плоское да как кастрюля тогда конечно да другой вопрос тогда вас будет сильно сдувать мой каяк впереди имеет такие волнорезы и сзади волнорезы он даже когда ты веслом гребешь он не виляет право влево то есть он держит хорошо курс соответственно это помогает сильно и на парусе держать курс ну а если нет пару достачек бросите вниз чтобы было такие как бы эти самые которые будут курс помогать держать и все но этот конечно парус дает смотрите как видите как он надут все спокойненько без каких-либо руки мои свободные держат весло весло у меня вместо так 5 руля изредка я им держу изредка когда он совсем хочет задраться против ветра и начинает не так сильно наполняться тогда надо чуть-чуть подрулить чем парус был наполнен а если подрулить чтобы он был хорошо наполнен так он даже скорость возьмет я засекал хороший ветер хороший ветер ну правда то был такой ветер чтобы вообще-то второй раз уже не полезно так кататься но тогда я включил gps и он записывал gps на телефоне мой маршрут и скорость средний вот у меня средняя скорость вышла 15 километров в час но вот этом каяке под парусом 15 километров в час средняя то есть так понимаешь что было и больше это было неплохо ну правда были сильные порывы я после этого конечно переделал кое-что бы были очень сильные порывы ветер был очень сильный и шел я не за ветром кстати а тоже шел под 90 градусов вот эти 15 километров в час так что я там за ветром как бы меня не получилось эти меня все время был ветер спири а мне надо было до берега так что я за ветром даже не замерил сколько я думаю за ветром он может идти сколько хочешь ну сколько вы видите что кто не пойдет так что это ребятам рыбака показывает как можно троллинговать я так троллингую буэносаресе смотрите это январь месяц аргентина пить там какая-то лодочка маленькая есть на кстати подплыть до него посмотреть там моторка или на веснах может и так сегодня не было клево но хороший ветер так что уходим ребята уходим уходим в сторону берега смотрите я хотел показать парус стоя шел в 90 градусов теперь я иду так сказать по ветру парус установил вот так вот полностью вверх и давайте будем смотреть как он у нас тут себя чувствует смотрите ух аж швыряет всего смотри я специально покажу какой наш пляс на реке устроили здесь в центре лопа зия каях берут он приехал с рыбалки щаду разрухаться смотрите тут такое еще это на бананах не катаются от огня вот это дно реки вода так отошла может из-за этого меня не клевало смотрите как отлезает отошла вода вот это люди ходят это дно реки он видно да что это дно и она тут даже он термосы свои по выставляли зоники пряжные палатки это на дне реки аж вот там он где едет трактор а то всегда там начиналась река тракторе и плоско забирать а сейчас смотрите люди тут по выставляли палаточки он загорать на дне реки вот из-за этого наверняка мне ни черта и не клевало кто там еще какую-то лодку спаржу придумал это с нашего клуба трактор едет лодки забирать тянуть вот в этом месте всегда было уже вода теперь нету катаемся по дну реки аж там аж там это сколько какой уровень упал значит